САФАРИ САНДАРТ САФАРИ САНДАРТ 32 грамма Павел Тарковский привез мишень на строительную шафари 32 грамма из ружья 121.12 с полным чоком со сценариями Сафари профессионал, да? Сафари, ага МЦ, Сафари профессионал, сколько пробоин? 100 100 пробоин? Ровно 100 Куча, по центру как? Осипь По центру нету края Павел, сегодня мы отстреляли патроны, вы участвовали первый раз Как вы посчитали, объективный тест у вас? Ну да, первый раз участвую в тестировании патронов Вот, вчера вот буквально узнал Вот, недавно вот прилетел Вот, с Москвы как раз Вот, узнав Подал заявку, что Рад, что меня выбрали И вот, со своё ружья Старого, как говорится, верного друга МС Принял участие Ну, тестирование патронов, да, объективно Вот, всем вот Незнакомые ранее люди, вот, встретили сегодня И стреляли Вот, патронов Северная звезда Феттер СКМ Сафари Азот И главпатрон Ну, по результатам стрельбы Для меня вот Наиболее вот Хорошие показатели Вот, показал патрон Феттер Ну, вот ранее этим патроном стрелял Ну, в этом году и выбор, наверное, остается Остановлюсь на этом патроне Феттер И тут, наконец-то говорила Заботчика лаек На Сочесибирске Есть цахатины Работа его собак Пальчики ближе Ахахахах Зурналист газеты Якутия Дерёт третий патрон СКМ СКМ Патрон охотничий Элит Называется 32 грамма контейнерная длина гильзы 70 миллиметров миллиметров у всех одинаково алисей рудых мр-153 мр-153 скм элит результат тоже похож на самый рекламируемый патрон головпатрон выстрел из ружья алексея газета якутия 1 ну как последний патрон главпатрона составлялся мр-153 67 патронов 67 попаданий мало что-то как так вы участвуете во второй раз в тесте патронов являетесь журналистом в газеты якутии да и вы напишите статью обязательно опубликуем тест по итогам подсчета результатов ближайшем номере якутии это когда будет ближайший четверг получается хорошо и по сегодняшнего стрел что вы скажете что-нибудь нового для себя нашли конечно приятно удивил по отношению к мр-153 моему ружью патрон сафари очень хороший процент попаданий хорошая кучность в принципе фетер и северная звезда также оправдали ожидания ну а что касается остальных боеприпасов опять-таки покажет подсчет скрупулезных жалко конечно что не было у нас искры не нашли мы с таким 32 граммовым зарядом хотелось бы конечно искру протестировать но требования к боеприпасам у нас были едины 32 грамма до стандарт контейнерный и дробь номер 3 патрон северная звезда ружье мр-155 710 слов какой патрон так северная звезда ружье мр-155 82 пробоины до северная звезда а я бы вы вывел я бы вывел яхаркет дэнде а ввел янтопутар кэпсер а то те формуна духа заявление заявок ветер он тонн жирбе окнаталахат саван бельвек калере интересный он на то ботрон канага умер дымиками таль дуб там демьева са группа лагинка она она садка подбирает даме таблиганте бары 1 миллиметр сужая лачу гонат полный чок результат Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я и тебя Ага, важно им это быть На целый грамм и 100 миллиграмм обманул Даже сейчас Полтора грамма Полтора грамма обманули нас Полтора грамма На полтора грамма Обманывают производители Азот Простых смертных Ну-ка, теперь Характеристики дроби Получайно выбранной Она круглая или овальная Круглая Хорошо, хотя бы так Давайте-ка, диаметр Какой там у нее диаметр? Штангенцирк очень точный прибор О, три с половиной Опа, молодцы По качеству одной дробины Азот Неплохо Себя показал Давайте быстренько запишем, пока мы не забыли Хас полтора грамма Самый разрекламированный патрон Конечно же, как вы догадались Главпатрон И посмотрим, какие они Честные О-о-о Перевес Чуток-то Больше 32 грамм Ни на сколько На небольшой 500 или 200 даже 200 наверное О-о-о О-о-о Даже меньше 200 Меньше 100 что ли? Угу Ну-ка 200 лет 50 взявай 200 Глаз 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 Нет Нет Не пятьдесят Семьдесят Двадцати грамм не варил Миллиграмм десятку бросит да сколько на сколько 80 80 миллиграмм то есть 32 грамма 80 миллиграмм да и случайно выбраны дроби ну выберем сейчас из этой кучи для глав патрона какого она размера ну какая форма округлая или овальная 3 1 3 1 берет на крыльяна берет 3 1 округлая 3 1 это меньше меньше давайте запишем 3 и 1 в общем сколько там было то 32 грамма 80 миллиграмм весит перевес небольшой и форма на диаметр меньше меньше диаметр вот наши распотрошенные случайно выбранные из партии патроны 6 штук 6 штук которые мы полностью все измерили количество дробин посчитали вес снаряда посчитали и диаметр дали характеристику случайно выбранной одной дробине овальная форма посвящались некоторые обрезки обрубки были вот так вот вадим выводит таблицу всех вещества и эльбом, введевшую мухая, а также промахившись в each сантимии, за допустим, и дробицу 0,75 0,75 0,75 Вирал тоже. Беретта глав патрон 1.15 Глав патрон 30 ВМЦ 5 Убери 2.15 Берем Ни Берем Ох, царь Ол specialty Пошли. Вот. 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 Здесь. 2,25. Северная звезда из ружья Стожер. Прошла на улицу. Почти. 2,25. Дюймовка. 2,25. МЦ? Какого года? 2004. 21-12-2004. Потом? МР-153-2006. Дальше? МР-155-2006. Тот же стандарт 2000-2008. Медели комфорта 2006 года. Билеты Е100-2015. Сегодня мы проделали большую, очень большую работу. Вы подсчитали, в общем, процентное содержание. Даже дали характеристику случайно выбранной дробине и случайно выбранного патрона. И подсчитали так, что рассчитали вес дробового снаряда. А также кучность, резкость боя. Пожалуйста, расскажите про характеристики каждого патрона. Граммовка почти соответствует у всех. Но у профи-хантера совсем большое отклонение. Полтора грамма. Меньше. 30,5 грамм. Недовес. Недовес, ага. И в основном у всех одинаковые. Более-менее. Плюс-минус. Почти один грамм. Почти 0,1 грамм. По форме как? По форме в основном все овальные. Кокруглые. Форма северная звезда, профи-хантер и главпатрон. И у них более-менее меньше обломков. Обломков? Да. Обломков ногого феттера. Хорошо. Теперь пойдем по резкости и кучности боя. Так, вот посчитали. У нас все получилось по резкости боя. Первый патрон. Это северная звезда, первое место. Северная звезда по резкости боя. По всем ружьям? По всем ружьям, да. Именно 1,64 это в среднем у нас получилась резкость боя. На втором месте феттер. Это глубина проникновения. Сухую сосновую доску, да. Как и положено. 1,52 это на втором месте феттер у нас. На третьем месте сафари профессионал. 3. Третье место 1,51. На четвертом месте азот. На пятом СКМ, на последнем главпатрон. С результатом 1,37. По кучности, да? По кучности у нас, да, получилось. Более-менее самый кучный патрон. Это феттер. Первое место. В среднем 72% попадания. От общего количества. От общего количества дробин. На втором месте сафари профессионал. 69,6%. На третьем месте северная звезда. 63%. По оружиям у нас МЦ-2112 участвовал. МР-153, МР-155, Бенелли, Беретта и Стоджер. По кучности, да? По всем патронам, да. Ну, например, вот МЦ, да. Итоговая кучность у него получилась там 60,16%. И он у нас замыкает круг по кучности, да? Это шестое место. Так. Плохая кучность, да? Ну, получается так, ага. По всем патронам. Так. На пятом месте у нас Бенелли. Кучность 60,98%. Так. На четвертом месте у нас Стоджер. С кучностью 61,87%. Так. На третьем месте у нас Беретта. Кучность 64,1%. Так. И там лидеры у нас. На втором месте это у нас МР-155. С кучностью 64,81%. И на первом месте МР-153. 64,96%. Это после стрельбы всех патронов. Там посчитали вот процент. Кучности. А теперь по резкости. Боя нам расскажет второй новичок. Это Айял. Айял, пожалуйста, расскажите нам распределение резкости боя по местам вот среди ружей. По всем патронам. Ну, только если по резкости. По всем патронам. Первое место. Первое место. Самое. Бенелли у нас 1,62. Это Бенелли. Мантиметр. Да. Это проникновение в сухую сосновую доску. Так. Где-где. Ага. МЦ на втором месте. Один целых пятьдесят восемь миллиметров. Так. Третье место. Беретта. Один целых пятьдесят семь. Газоотводные. Газоотводные эти два ружья. Видимо, газоотвод влияет на резкость боя. Теряет энергию пороховых газов. Первые и четвертые места заняли? Инерционные. А МЦ на каком месте? МЦ на втором месте. Тоже неплохо. За счет движения ствола заряжается, да? Да. Энергию заряда пороховых газов не теряет. Ну, тут заметно. Ну, насчет технологии замера нам расскажет Нергун Сабинов, которые участвуют в тесте уже второй раз. Как мы измеряли дробины, качество каждого патрона случайного? Дробины мы измеряли строительным штангенсиркулем, можно так сказать. И вес каждой дробины измерялась тоже медицинскими весами. Каждого снаряда, да? Каждого снаряда. Ладно, а насчет резкости боя как мы измерили? Резкость боя измерили путем разрезания сухой доски и на сколько она проникновений. А это что за доска? Сухая. Сосновая? Сосновая доска. Ширина какая? Дюймовка. Дюймовка. Двадцать пять миллиметров. И по кучности? По кучности использовали стадольный мещень зернов. Использовали стадольный мещень зернов. Сколько там дробин попало в круг. В общий круг стадольный мещень. И оттуда выбили средний процент попаданий. И какие выводы мы сегодня для себя сделали? Вадим, как опытный. В этом году так же хорошо себя показал Феттер, Северная звезда, Сафари. Тоже очень порадовал. И главпатрон так же остался в улдсайдерах. Как по кучности, так и по резкости бода. На всех ружьях. В этом году у нас прибавились Stodger и МР-153. 155. И так в общем показатель похожий на прошлогодний. Ну только похожий. Ну получается у нас самые дешевые патроны как-то неплохо стреляют. Ну они просто с прошлого года местами поменялись, да? В прошлом году которые первыми. Цена, качество два Северная звезда. Третья поменялись. Северная звезда по резкости меня удивилась. Честно скажу. По цене, качеству это Северная звезда. Цена, качество, ага. И какие пожелания к следующему тесту? Что мы можем это изменить в следующем тесте? Может даже изменим размер дробин. Может четверка будет уменьшена. В прошлом году тройку стреляли. А насчет привлечения новичков как? Так можно же это делать, да? Конечно, обязательно можно. Ага. Может еще прибавится ружье. И плюс к этому можно привлечь с магазинов, чтобы не возникало вопросов, то что подкуплены, не подкуплены. А, наблюдатели из магазина. Да, наблюдатели. Ну они стрелять не будут. Они стрелять не будут. Ну специально будут промахнуться, да? Может такое тоже. Может быть. Ага. Ну ладно. Спасибо большое. До свидания. Император Hyderzy PayPal Игорь Наташа Ага. Минус, международные baile, 있지만 императоры была гриста. Ага. Да. Минус, международное. Минус, международные битвы, На родной миной кинаме. У нас в кинаме. Потому что они, как-то, что там, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok